всем привет вот такое замечательное блюдо сегодня сделаю ну посмотрите тоже может быть захочется повторить ингредиентов немного но обо всем постепенно но все в курсе что если вы смотрите то помогаете или хотя бы если не выключаете рекламу ребрышки ну весник обработал там в принципе нефиг обрабатывать полтора килограмма у меня ну совсем молодой барашек ягненок ну месяца три наверное может 4 паспорта нету так что уточнить я не мог что я срезаю постоянно бывают шерстинки волосики иногда бывают мелкие щепки с разделочной колоды вот это надо удалить а так как жира много я могу эти шерстинки вместе с жиром снять щепочек от колоды не было шерстинки были а некоторые кусочки ну реально очень жирно я срезал жир частично ну вот это вот пулеметная лента так называемая ребрышки я режу попарно мясо на ребрышках ну очень вкусное всегда мясо которое близко к костям очень вкусное так что блюдо было изначально понятно будет очень вкусным а что касается способа приготовления по пуштунски по пешаварский пешавар это город в пакистане а пуштуна это племя живут в афганистане пакистане ну какие-то свои фишки я тоже добавлю но дело в том что я думаю что не все пуштуны делают абсолютно одинаково один пуштун любит побольше острого перца другой любит поменьше так что все в руках готовящего блюда так как ребрышки достаточно жирные я не буду применять курдючный жир барани хотя он у меня есть конечно я применю хлопковое масло оно же хлопковое но не очень много миллилитров 70 беру казан он у меня довольно большой пятилитровый ну пусть будет запас места ничего страшного масло еще толком не разогрелось я укладываю кусочки баранины жирной стороной вниз масло разогревается и жир начинает подтаивать если в центральной азиатской традиции жарят мясо не накрывая крышку то ну вот пакистане могут накрывать ну вот типа я в пакистане я накрываю крышкой и на умеренном нагреве ну средне скажем держу 10 минут вот мясо прогрелось как следует пар там сохранился то есть оно тушится а теперь без крышки максимальный нагрев даю кориандр ну чуть меньше чайной ложки сейчас излишняя влага улетучится за несколько минут мясо начнет обжариваться вот она уже жарится я включил вытяжку поэтому будет шумно нагрев максимально поэтому надо периодически помешивать ну скажем каждые минуты 3 я и помешиваю еще раз накрою крышкой опять же убавлю нагрев и подержу минут пять под крышкой затем солю опять даю максимальный нагрев ну и мясо постепенно покрывается зажаристой корочкой добавлю зиру примерно чайную ложку может чуть меньше но это необязательное условие но я очень люблю лук я взял небольшую луковицу обычно таджикистане и узбекистане берут побольше добавляют ну как мясо но можно и побольше добавить на самом деле но этого этой небольшой луковицы тоже будет нормально вполне помешиваю лук обжаривается нагрев максимальный когда без крышки и лук постепенно становится золотистым мясо обжарилось оно естественно еще не совсем мягкое кладу помидоры на банка консервированных помидоров небольшая стандартная 400 миллилитров что-то в этом роде порезал прямо эти помидорки шкурка снята с этих помидоров итальянские помидоры порезал вот так прямо столовым ножом прямо казани накрыл и еще держал минут пять на среднем нагреве затем добавляю зеленый перчик он не очень острый попробовал можно и побольше добавить ну кто любит более острый можете и красный класть запретов никаких нет вот чеснока сегодня не будет но кому очень хочется можете добавить все в руках творящего потыкал вилочкой мясо минут 50 же готовится жарится тушится но еще ему надо минут 10 выглядит все хорошо отключаю вытяжку ну сейчас без крышки но нагрев тоже не максимальный но поменьше ближе к среднем пробую еще раз потыков вилочкой убедился в том что мясо готово накрыл и через пару минут выключил ну еще через минуту подаю потому что разыгрался аппетит уже хочется конечно это очень вкусно мясо прямо с ребрышек губами можно снимать очень вкусно рекомендую приготовить реально просто что касается жира оставшегося в казани это не просто жир это очень вкусный соус там же томаты вкус мяса так что я бы не стал пренебрегать этим соусом это все-таки соус если скажем взять двух голодных азиатов дать каждому по лепешке они с удовольствием съедят эти лепешки обмакивая в этот соус центральной азии кстати и в пакистане очень немного тучных людей так что это достойная еда ну а то что я подаю на блюде это очень достойно и очень вкусно всем приятного аппетита пока